БУК-М2 Он уже многократно доказал свою эффективность, работал на многих-многих военных конфликтах и там сбивал такие ракеты, такие самолеты, которые, казалось бы, сбить невозможно. А вот это знаменитый «Панцирь». О нем говорят, что он не то чтобы следующего, он через два, через три, через пять поколений от вот этого старичка 70-х годов. В него заходить и смотреть нельзя, только снаружи и только смотреть и восхищаться. Все остальное рассматривать, исследовать, трогать, примерять можно и даже нужно. У каждой машины, у каждого образца вооружения стоят немного уставшие в знойный полдень, но готовые все рассказать и показать военные. Здесь представлена боевая экипировка «Ратник». Это тот самый знаменитый «Ратник», о котором все говорят? Да, это один из первых «Ратников», который представлен. Сейчас уже идут более усовершенствованные, поступают на проверку в части специального назначения, определенной части. Здесь это подразделения, которые уже практически все вооруженные силы комплектованы. Здесь ходят как бронежилетки, вларовая каска, очки на коленнике, налокотники, гарнитура, рюкзак для переноса имущества, боекомплект. Поток желающих примерить современную экипировку не прекращался несколько часов к ряду. Даже те, кому она еще пока не по размеру, держатся молодцом. Мне, конечно, тяжело, но хорошо. Что значит хорошо? Чувствуешь себя защищенным или чувствуешь себя сильным? Я чувствую себя сильным и хорошо. Но вся эта выставка не просто увеселительное мероприятие. Один из ее главных объектов – мобильный пункт записи на контрактную службу. Принимают даже тех, кто срочную не проходил. На военную службу могут быть призваны граждане, которые закончили среднепрофессиональные и высшие учебные заведения. И заключают службу, минуя срочную, контракт на два года. В этом году уже порядка 20 человек уже подписали контракт и убыли к прохождению воинской службы. Многие ребята сейчас заканчивают, получают дипломы и также уже будут убывать к прохождению военной службы по контракту. В Мордовии конкурс на службу по контракту – три человека на место. Потому отбор тщательный, а контроль строгий. А это в масштабах страны, в свою очередь, ведет к качественным изменениям в наших вооруженных силах. В настоящее время количество военнослужащих по контракту уже превосходит численность военнослужащих по призыву. Наши мальчишки стремятся стать офицерами. И конкурс военно-учебное заведение с каждым днем растет. А офицерский корпус России, по всеобщему признанию, является лучшим в мире. Вы можете быть уверены, что наши вооруженные силы сломают хребет и обломают клыки любому, кто посягнет на независимость нашей Родины. Эта патриотическая акция – хороший повод для того, чтобы отметить отличившихся при подготовке к чемпионату мира по футболу. Глава Мордовии Владимир Волков вручил военным и спасателям, которые охраняли покой гостей футбольного первенства, награды, в том числе и недавно учрежденную памятную медаль за вклад в проведение чемпионата мира по футболу. Что же касается впервые прошедшей в городе выставки военной техники, то руководитель региона отметил, сейчас идет работа над тем, чтобы военная мощь нашей страны была представлена в Саранске на постоянной основе. Символично, что наши патриотические акции проходят рядом с первым в стране проспектом российской армии, открытым в прошлом году. И у нас есть еще одна задумка – обустроить недалеко от проспекта российской армии тематический парк «Патриот», где разместятся образцы военной техники. У нас уже есть договоренности с Министерством обороны России, которые мы намерены реализовать в ближайшее время. Павел Степаненко, Алексей Демин. Наши новости.